Были под Берлином F-16 американские, ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда, 15-20 минут подлета до нашей территории. Для меня это как главнокомандующего вопрос. 18 самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть ядерное оружие. Вы знаете ядерное или обычное? Не знаете. А я исхожу из худшего варианта. Поэтому я должен был отреагировать. Дальше. Ну а чего в этот момент начали разворачивать части НАТО? У наших границ. А литовцы? Ну поганые же, а. Там той армии нет. НАТОвские говорят там англичане. Наши военные докладывают, что англичане. Прямо у границы развернули учения. Что я должен делать? Я тоже развернул у границ свои части. Я полармии привел в боевую готовность. Это не дешево. А вы в это время троллитесь друг с другом или болтаетесь по улицам. Я вынужден некоторый резерв держать военнослужащих, которые должны быть там. Это что, нормально? И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал не то, что стрелять. Мы с ним договорились. Мы справимся с этой проблемой. Но если там дернуться за пределами, надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами. Мы создали резервы с ним. Они не пересекли, ни один солдат из России не пересек нашу границу. Мы пока справляемся сами. Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западные границы союзного государства. Россия в Беларуси видит угрозу самой России. И президент России, это понимая, защищая Беларусь, прежде всего защищает Россию. Вот в чем соль. Мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем. И, как я говорил, Беларусь, вот это вот тысячу километров туда-сюда, это будет театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Им не Беларусь нужна. Беларусь – это трамплин, как обычно, на Россию. Только не так, как Гитлер, группа армий «Центр» бросил напрямую на Москву здесь. Технологии другие. Надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству за то, чтобы ввели войска и оказали поддержку. Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией. Слушайте, кому нужна ваша эта творога моцарелла? Что в Европе их не хватает этих производств? Море. Но мы конкуренты. Мы удачно торгуем на своих рынках. Они хотят забрать этот рынок. Ну и мы будем тут гайки крутить за копейки. Редактор субтитров А.Семкин